Друзья, сегодня будет ролик о том, как установить стравливающий клапан на надувные изделия. Мы будем демонстрировать это на примере надувного дна в спортивном рафте. Вам понадобится для этого сам стравливающий клапан, усиливающее кольцо. Его, я так понимаю, можно вырезать из любой ткани ПВХ, правильно? Главное, чтобы он подошел к клапану по диаметру, а вот здесь заходил, скажем так, плотно по резьбе. И самое важное и интересное, вам понадобится клапанный ключ. Если у вас нет клапанного ключа, а у вас его, скорее всего, нет, можно воспользоваться круглогубцами. И тут история в чем? Вам они понадобятся для того, чтобы клапан потом затянуть уже на самом изделии. Здесь есть такие пазы, вы просто круглогубцами вставляете в них и закручиваете. Но вообще, конечно, лучше делать клапанным ключом. Берем ацетон, берем тряпочку, он у нас есть в штатном временоборе, и обрабатываем. Помним, что у нас материал может чуть-чуть менять свой оттенок под влиянием ацетона. Берем кольцо усиления, берем ручку, я беру гелевую, чтобы потом следы стереть, и чтобы у меня следов не осталось на лодке. И обводим и внешний, и внутренний. Обвели. Теперь нам нужно вырезать внутренний диаметр и слегка его увеличить, чтобы мог пролезть внутренний стакан от клапана. Берем ножницы и аккуратненько это делаем. В идеале, если есть маникюрные, можно ими сделать. Так, у меня получилось не очень аккуратно, но этого должно хватить. Дальше. Наш клапан состоит из внешней части и внутреннего стакана, который нам нужно засунуть внутрь. Для этого нам нужно увеличить разрез так, чтобы этот клапан туда прошел, этот стаканчик. Берем и делаем на разрезы. С двух сторон увеличивая дырочку. Чем меньше он будет, тем нам будет проще. Ага, засунули. Засовываем стакан, расправляем тряпку. Стакан можно отодвинуть чуть-чуть в сторону. Теперь нам нужно заклеить дырочку и поставить кольцо усиления. Берем клей из ремнобора, кисточку и наносим на наше колечко. С одной стороны нанесли, оставляем сохнуть. И на ответную часть на лодке, четко по нашему контуру, обведенному ранее. Тогда у нас лодка будет аккуратная. Намазали, оставляем сохнуть. Клей должен высохнуть полностью, быть комнатной температуры и не прилипать к рукам. Ждем. Пять минут прошло, клей наш подсох, к рукам не липнет и на ощупь не холодный. Можно клеить. Для того, чтобы приклеить хорошо, нам понадобится ровная поверхность. Либо подложите какую-то досочку, либо на ровном полу. И надо расправить лодку. Берем фен. Если нет фена, то можно воспользоваться газовой горелкой, резаком, чашкой с кипятком. В общем, чем-то нам нужно нагреть нашу клеевую поверхность. Помним, что стакан наш находится внутри. Нагрели, ровненько приложили, без складок. Температура должна быть хорошо теплой, но не обжигать руки. Иначе вы перегреете и клеем у вас схватываться не будет. Теперь нужно плотно, хорошенько прижать. Для этого нам нужна как раз ровная поверхность. Чтобы у нас с обоих сторон все прижималось. Прокатываем все края, чтобы нигде складок и каналов для воздуха не оставалось. Чтобы у нас наш клапан не начал травить излишне. Чтобы внутри не было пузырей. Если нет шпателя, можно воспользоваться стальной ложкой, например. Или тупой стамеской, или шпателем. Все, кольцо наше стоит. Теперь возвращаем на место наш стакан, который у нас остался внутри. Ставим его ровненько. Берем ответную часть. Надеваем на нее колечко с крышкой. Иногда это бывает не очень просто. И аккуратненько вкручиваем. Вкручиваем клапан сколько получается руками. Дальше берем плоскогубцы с узенькими носами, которые пролезут у нас в эти пазики. И зажимая стакан с нижней стороны, удобнее это делать, наверное, вдвоем. Докручиваем сколько нужно, чтобы наш клапан плотненько стоял. Все, можно накачать рафт и подтянуть еще раз уже на надутом изделии. Продолжение следует...